Привет, ребята, я Шми. Доброе утро и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы находимся в Зальцбурге, в Австрии, вместе с Альпиной, неподалеку от небольшого трека Зальцбурга. Вы, наверное, слышите звуки каких-то машин, но сегодня я буду тестировать это. Вы, наверное, думаете, и что такого в этой машине позади меня? Если вы думаете, что это BMW 5-я серия Туринг, модель Эстейт, то вы ошибаетесь. Это BMW Alpina B5 B-Turbo Туринг, и это самая быстрая модель Эстейт в мире. Максимальная скорость 322 км в час. Здесь, в Австрии, я, конечно, не буду разгоняться на ней так быстро, но я хочу показать вам, что Alpina сделала с этой машиной, чтобы это стало возможным. Мы прокатимся на ней и посмотрим, что же она из себя представляет. Давайте начнем и заценим новую Alpina B5 B-Turbo Туринг. Название Alpina сразу ассоциируется с BMW. Это компания, которой около 53 лет. Они сфокусированы на эксклюзивность, роскошность и невероятную мощность. И эта машина лучше всего это доказывает. Обычная BMW 5-й серии Эстейт с двигателем V8 уже не выпускается. Альпины собираются в главном цехе BMW. Как-то я был там и узнал, что 5-е серии, 7-е серии, новые 8-е серии производятся и собираются все вместе. Но эта машина идет отдельным конвейером и собирается из деталей, которые поставляет Alpina. На данный момент Alpina выпускает примерно от 1500 до 1700 машин в год. Но это их самая новая машина, которую мы сегодня и протестируем. Давайте я озвучу ключевые цифры. 4,4 литра B-Turbo V8 выдает 608 сил и 800 ньютон-метров крутящего момента. Вся мощность доступна от 3000 оборотов. Здесь полный привод X-Drive и 8-ми ступенчатый автомат. И все это значит, что она набирает скорость выше 300 км в час. При этом она комфортная. Я думаю, сзади около 1700 литров багажного отделения, если сложить задние сидения. Так что это довольно-таки уникальный проект. И я думаю, все, кто увлекаются машинами, любят быстрые модели Эстейт. Давайте обойдем ее и поговорим о некоторых изменениях, так как внешне она не особо выделяется. Но сам цвет должен вам говорить о чем-либо. Это цвет Alpina Grun. У них есть популярный Alpina Blue и вот такой вот зеленый. Но она такая незаметная, неприметная. Это машина на каждый день. Но она может быть и суперкаром, у которого все в порядке со стилем. Если мы посмотрим на переднюю часть, то сразу видно эмблему Alpina. Я думаю, здорово, что они поместили ее на этот диффузор. Здесь появились дополнительные отверстия под охлаждение. Сейчас больше воздуха идет на охлаждение более мощного двигателя. Решетка радиатора от BMW с активными заслонками, которые открываются для дополнительного охлаждения. На ней стоят диски Alpina 20 дюймов. Классические диски. Традиционный стиль Alpina. Но стоят новые шины Pirelli Piziro, разработанные именно для этой машины. Сзади шины шире, чем стандартные. Это делает ее более поворотливой. Спереди и сзади новая подвеска, что повышает уровень комфорта. Я уже скоро это опробую. Если мы подойдем сзади, то здесь видно кузов в стиле Estate. Новая выхлопная система, гоночный выхлоп. Но в целом эта машина не сильно выделяется. И она не кричит. Эй, посмотри на меня. Только лишь это бросается людям в глаза. Alpina B5 B-Turbo. Интерьер в этой машине очень приятный. Он уже не зеленый, а коричневый. Коричневая кожа с белой прострочкой. Что создает контраст. Видно изменения от Alpina. Например, это эмблема. Но то, что мне правда нравится, так это приборная панель. Новый дисплей, голубые приборы. Также он меняется, если включить спортивный режим. Скоро я это сделаю. В целом, я думаю, стоит показать вам двигатель. Обходим машину. Сейчас мы посмотрим, что они сделали. Открываем капот. 608 лошадиных сил. Это больше, чем в седании М5. Момент больше на 30 ньютон-метров. И все это от двигателя, который взят от модели М550i. 4,4 литра V8. Новый впуск. Интеркулер. Он больше, чем стандартный. Новые турбины. Переделанное охлаждение. Приходится использовать больше охлаждения, чтобы получить больше мощности. Эмблема Альпина на двигателе. Запомните, что это все еще BMW. И здесь на капоте так и остался значок BMW, что я считаю очень важным. Это BMW Альпина. Закрываем капот. Если подойти сбоку, то тут новые тормоза. Это тоже очень важно, особенно если добавилась мощность. Ну и самое главное, комфорт. Даже сзади, это пятая серия. Все удобства, функции, безопасность и технологии от пятой серии. Позвольте мне сесть в машину и запустить двигатель. Наконец-то оживить машину. Кнопка запуска. Вот и все. Слышно звук клапанов и хлопа. Перед тем, как поехать, я хочу показать вам различные режимы вождения. Сейчас мы в комфортном режиме. Это видно на синем экране. Здесь есть кнопки для настройки различных функций. И что же здесь особенного? Давайте я закрою дверь. Если я нажму кнопку комфорт, то вы увидите, что здесь еще есть комфорт плюс. Это то, чего нет на обычной пятой серии. На скорости где-то до 160 км в час этот режим делает ее значительно мягче. Если мы перейдем в режим спорт, то здесь различные настройки динамики. Посмотрите на новый дизайн приборки. Комфортный, спортивный. Появляются синие оттенки и зеленая подсветка. Можно перейти в индивидуальный спортивный режим. Здесь есть три спорт режима, которые можно настраивать и изменять динамику, ощущение и управление. Можно начать с комфортного. Ну или включить адаптивный режим. Так мы поймем, как она ведет себя на дороге. И да, в Австрии нет автобанов без ограничений, как в Германии. Так что мы не сможем разогнаться до 300 км в час. Но это очень крутой проект. Я хочу ощутить эту машину на себе. Давайте прокатимся и посмотрим, на что же она способна. Сегодня много пробок. Мы только так меняем и тестируем различные модели Альпина. Давайте начнем движение вместе с автоматической коробкой. Пройдемся по местным дорогам. Но я хочу сразу сказать, что новая пятая серия – это изумительная машина для поездок на каждый день. И по сути, Альпина взяла эту машину и доработала ее. Сейчас у нее невероятная мощность. 800 ньютон-метров. Это очень много, поверьте мне. Я много ездил на пятой серии. Многие из вас знают, что у меня был седан М5 нового поколения. Я проехал на нем порядка 10 тысяч километров. Сейчас мы выезжаем с этой трассы из Альцбурга на местную дорогу, где мы ее и протестируем. Сейчас мы в комфортном режиме. Я включил Comfort Plus, и теперь я понимаю, что она вроде бы стала комфортнее. Но чтобы по-настоящему это понять, нужно проехаться по каменистой или неровной дороге. Так это будет уже очевиднее. Да, поездка очень спокойная. Но если вы будете в режиме Comfort Plus на треке, то вы можете почувствовать неустойчивость. Сейчас я хочу попробовать различные режимы. Так мы лучше поймем машину. Пока мы катимся, давайте я включу режим Sport. Сразу слышны изменения. Если я перейду в Sport Plus, то откроются клапана на выхлопе. Но машина в целом тише. Клапана лишь немного изменили общий шум. Конечно же, у машины есть хорошая изоляция. И все, что бы вы хотели от премиум пакета. Нам нужно выехать отсюда. Сейчас я постараюсь найти выезд. Мы едем очень спокойно и тихо. Это похоже на поездку на Роуз-Ройсе. То есть при комфорте у вас есть очень много мощности. И кстати, в новой B7, основанной на 7 серии, весь момент доступен уже от 2000 оборотов. Так что вы можете спокойно катиться, особо не напрягаться и не переживать. Или даже поехать на длинную дистанцию. Машина очень практичная. Я имею в виду большой багажник и дополнительный ряд сидений. И все, что там еще идет от модели Estate. Это очень важный фактор для подобной машины. И да, в Sport Plus я чувствую, что управление жестче. Но не сильно. Ехать все еще комфортно. Вот сейчас как раз неровная дорога. Я включу Comfort Plus. И я сразу почувствовал, как машина буквально начала плыть по кочкам. Они создали широкий диапазон регулирования уровня комфорта. И сейчас мы спокойно катимся по главной дороге, где мы сможем немного разогнаться. Они также добавили пару функций. Можно отключить лепестки и настроить переключение на кнопки, смотря как вы хотите. В общем, они сделали ее менее... менее спортивной машиной. Но при этом очень мощной. И только подумайте об этом, пока мы катимся по этой узкой дороге. Эта машина... В общем, вы особо не задумываетесь, насколько она быстрая. 800 ньютон-метров момента. Это определенная категория спорткаров. Да, это тяжелая машина, свыше двух тонн. Но я могу ошибаться. Здесь есть много всяких рычагов, переключателей. Вы можете улучшить интерьер и сделать ее еще более роскошной. И так, полный привод X-Drive. Так что слегка мокрая дорога не будет нам помехой. Слегка утопим педаль. Да, она летит. Просто взлетает. Конечно же, эту машину не наградят за самый эпичный разгон. Но для этого есть линейка M. Они для этого и нужны. Эта модель в линейке не имеет аналогов. Вы не найдете Туринг V8, если это не Альпина. Здесь также хватает и эксклюзивности. Вы только задумайтесь. БМВ продает миллионы машин в год. Всеразличные серии. Переднеприводные машины. Они уже не такие эксклюзивные, как были раньше. Но если поговорить об Альпине, они выпускают полностью заводские модели, собирают их на заводе, на отдельном заводе, в Спартанберге или еще где-нибудь. И они предлагают вам что-то большее. Вы можете получить каталог у дилера. Вы делаете заказ у официального дилера. Вам не нужно заказывать в машину не пойми где. И, наконец, они собираются на одном конвейере с BMW. И я считаю, что это здорово. Приятное дополнение к машине. Все это время я ехал в Comfort Plus. И это правда очень расслабляет. Я даже забыл, какой режим я там выбрал. Я просто насладился поездкой. И я думал о том, чтобы поехать на автобан Австрии. Но у меня нет специального стикера вигнеты на лобовом стекле. Это значит, что мне туда нельзя. У меня мало времени. Так бы я заехал на заправку и купил себе такой стикер. И поехал бы на автобан. Но по нему я бы тоже очень быстро не разогнался, а ограничение было бы где-нибудь 120 или 130 км в час. Зависит от знаков. Сейчас я включу Sport Plus. А нет, Sport Standard. Почувствуем машину чуть побольше. Здесь независимое управление коробкой. То есть коробка в спортивном режиме. Двигаем селектор влево, сбрасываем пару передач и слушаем звук. Если вы в спортивном режиме и в ручном переключении, то она и останется в ручном режиме. Если вы в нормальном режиме и вы переключились вручную, то коробка потом сама перейдет в автомат спустя какое-то время. В машине есть много и других функций. Камеры, которые определяют знаки. Я считаю эту функцию своеобразной, так как иногда она определяет все правильно, а иногда не совсем. Катимся дальше. Здесь правда тихо. Машина очень длинная. Я думаю, здесь скромных 5 метров. Так что выхлоп где-то далеко позади меня. Поэтому я его не особо слышу. Мы приехали на окраину города. Сейчас я хочу во второй раз выжать газ в пол, чтобы еще раз ощутить ее мощность. Вторая передача. Окей, она валит прилично. Возвращаемся к обычному режиму. Спокойный режим. Можно почилиться. Вы, наверное, заметили мгновенный крутящий момент с самых низких оборотов. Было бы здорово, если бы мы разогнались чуть быстрее. Вот бы прокатиться на ней по автобану Германии в будущем. Но я определенно верю в эти цифры. Я думаю, получится разогнаться до той скорости, которая, как мы упоминали, 322 км в час. Седан едет 330 км в час. Но у него-то нет сзади этого сарая. Эти цифры просто впечатляют. Сбрасываем пару передач и веселимся. Слышно звук. Очень странно. Мы сейчас в режиме спорт. Проезжаем поворот. Сбрасываем передачу. Вы никогда не признаетесь на камеру, что ехали быстро. Это та машина, где всегда кажется, будто вы едете спокойно и не напрягаетесь. Нет никакой остроты ощущений. Она просто катится. Она не создает впечатляющего эффекта на публику, мол, смотрите, как едет эта машина. Огромная масса и плохое управление. Вот что создает эффект, будто вы проноситесь молниеносно. Сейчас мы съезжаем по этой дороге к Зальцбургу. Там мы отдадим машину. Вернувшись назад, я хочу извиниться, что не получилось нормально разогнаться. Мы были ограничены во времени. Хочу показать вам еще пару вещей в интерьере. Рулевое колесо, эмблема Альпина, прострочка по внутренней части. Зеленая снизу, синяя сверху. Выглядит здорово. На приборную панель мы уже смотрели. Развлекательная система здесь идентична той, что у BMW прошлого поколения. Все сохранилось, но в 8 серии они представили новую систему. Но здесь она от 7 серии. Возможно, ее потом обновят. Здесь еще и другие значки от Альпина есть. Например, логотип на этой панели. Здесь шильдик BMW Альпина B5 B-Turbo Touring 392. Здесь можно переключаться между режимами вождения. Я вам еще не показал режим эко-про. Если его выбрать, то приборка вот так изменится. Включится стоп-старт, таймер. Это позволяет нам видеть, сколько мы экономим топлива. Нажимая кнопку, я заглушил двигатель. А сейчас давайте я выйду и покажу вам нагляднее заднюю часть машины. Обходим машину, перешагиваем через лужи. Сегодня немного мокро. Открываем багажник. 5 серия Estate. Здесь очень много места. Эти сидения складываются в соотношении 40-20-40. Здесь еще есть небольшое отделение. Это здорово, не так ли? Машина с таким багажником может разгоняться до 322 км в час, а седан до 330 км в часах. Задняя часть, помимо этих значков, смотрится очень своеобразно. Дико. Снизу есть большой агрессивный диффузор. Сдвоенные выхлопные трубы от новой выхлопной системы. Улучшенная аэродинамика. Но она еще и покрашена в зеленый цвет. Отличный цвет. Мне нравится такой контраст с серебристыми дисками и синими суппортами. Дизайн передней части очень нежный. Логотип Альпина на диффузоре. Там тоже есть серебристый элемент. Все это смотрится очень нежно. А рядом припаркована другая машина в том же цвете. D5S. B значит бензиновая версия, D дизельная. Это дизельный седан 5 серии. Ну да, здорово, что мы провели день с этой машиной. Это эксклюзивная и роскошная версия 5 серии Туринг. Она продается, ее можно заказать через BMW. Они вас обслужат, так как она собирается на одном конвейере с BMW. Если у меня будет возможность проехаться быстрее, то я обязательно протестирую ее мощность. Сейчас, я думаю, машину уже заберут. Мне тоже нужно продолжать свои дела. Так что спасибо вам большое за просмотр. Спасибо Альпине за возможность поездить и ощутить B5 B-Turbo Touring. самую быструю машину в кузове Эстейт в мире. Это все на сегодня. Еще раз спасибо, ребята. Скоро увидимся. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...